И всем привет, дорогие друзья, с вами Матохин. Сегодня у нас новый ролик на нашем замечательном канале. Сегодня у нас троллейбусы, сегодня у нас Атролл Проджект, вот, сервер с картой суммы Reborn, вот, и сегодня наконец-то, наконец-то я нашел денег, вот, чтобы прокатиться на вот таком замечательном ЗИУ, Троллза, вот, давно это хотел сделать, вот, мечтал об этом, вот, потому что, ну, такие, такие я застал, и такие еще есть в МТА провинции, вот, и для меня это, знаете, так, ну, как-то прикольно, что ли, вот, ощутить этот троллейбус, как он будет себя вести в Гаррисмоде, вот, ну, и вообще покататься на нем, потому что я уже катался на тролле, и сейчас управлять троллейбусом немного сложновато. Взял я вот такой скин на него в виде центр спида, вот, Министерство здравоохранения Саратовской области, немного, только, знаете, как будто потрепало троллейбус, вот, ну, мы его уже завели, вот, и можно выезжать на маршрут, вот, я уже завел, так, чтобы можно ехать. Один пока что я на сервере, вот, никого нету, я решил записать ролик, пока никого нету, чтобы сервер меньше подлагивал, потому что вчера, когда я заходил, сервер неприятно так подвисал. Не знаю, будет ли ролик подвисать или нет, потому что очень нагруженная карта, сама по себе, деревьями, всем, всеми лоудами. Еще есть какая-то приколюха, короче, у меня иногда троллейбус начинает, в разные стороны штанги у него разъезжаются, не знаю, почему это, может, какой-то бак стрелок есть, либо же, как сказать-то еще, может, это, ну, специально сделано, что типа там стрелка поломана, еще что-то. Вот, останавливаемся, иначе мы ворота не откроем. Вот. Так, ворот у нас открываются, и мы можем спокойненько выезжать. Так, у нас горит красный пока что. Вот, вот сидел и много дней думал, что бы снять, а потом у меня появились денежки, и я решил снять такой замечательный троллейбус. Говорят, его и в одиночку добавит, но через какое-то продолжительное время пока что. В плане продолжительное, говорят, в апреле где-то его добавят. Вот, для одиночки. Могут, но это еще не точно. Троллейбус носит, если быстро останавливаться, и он начинает прям заносить. Во-во-во-во-во-во, сейчас прям было немного так заметно, что нас боком ведет. С одной стороны забавно, а с другой стороны можно и разложиться так неплохо. Не хотелось бы на таком прекрасном троллейбусе и попасть в аварию. Будем поворотнички еще включать, ну, знаете, так, рпшечка такая небольшая, что типа, слишком мы рпшные люди. Я надеюсь, реально сегодня будет у нас без лагов. Типа, картинка будет плавная, прекрасная. Вот, потому что я вчера заходил, немного подвисала. Ну, я еще и не один на сервере был, к тому же. Так, мы приехали на нашу конечную станцию. Открываем двери. Дверь откроется у нас поодиночке, как всегда, чтобы как и было реалистичнее. Вот, потому что от Roll Project это самый реалистичный проект. Вот, вот так вот как-то. Вот, а еще вы можете пообщаться со мной, помочь мне. Вот, как-то, знаете, еще там немножечко повеселиться в моем дискорд-канале. Ссылка на который будет в описании под роликом. Ну, а теперь давайте продолжим. Так, чел, давайте третью дверь открой, ты сядешь, мы поедем. Продолжим наш маршрут. Не знаю, может я, конечно, немного поздновато с этим троллейбусом. Вот, но, знаете, я не гонюсь как-то за хайпом. Вот, я делаю контент ради того, чтобы нравилось людям. Хайп это не главное. Да, зашло 4, а написано 3. Ну, ладно. Ладно, бывает, бывает. Вот, что-то я заметил. Пензенск убрали. И на Эфесе Пензенск убрали, говорят. И тут Пензенск убрали. И одни суммы пока что остались. Но, говорят, скоро добавится Озерск. Вот, и Озерск будет и в одиночке, и тут. И у нас еще Трафик ездит. Вчера заметил у Трафика одну интересную приколюху. Что он, когда заезжает в поворот, его может занести. И он дрифтить начинает. Вот, это было забавно. Не, не знаю, он, знаете, вот, не знаю почему, но у меня есть такой, знаете, небольшой топик троллейбусов. Вот, он рулится здесь реально очень реалистично, потому что ты чуть повернул, и он начинает носить. Вот. Вот, типа, лишние движения рулем лучше не делать. Так, насчет того, что у меня есть такой, знаете, небольшой топ троллейбусов. И вот, например, первый ЗИУ, который, там, например, да, там, ЗИУ-9, они мне почему-то не особо нравятся вообще. Ну, типа, они выглядят не очень. А вот тут этот ЗИУ, или там, на котором мы катались в одиночке, да, вот. Они почему-то мне нравятся. Ну, тут, ладно, мне нравятся из прошлого видео, из того, что у него автоматическое управление, у него вот это вот РК, оно как-то не зависит. Типа, ты нажал третью позицию скорости, и все, и помчал. А тут, тут так не сделаешь. Но мне почему-то троллейбус симпатизирует. Вот, и такой у меня будет топ-5 троллейбусов, которые мне нравятся. Вот. Четвертое место. Ой, фу, ты, четвертое место. Классно. Пятое место, это у нас будет УТТЗ. Ну, потому что, да, троллейбус хороший, но пока что его переделывают. Он дырявый пока что. Вот. Во-первых, он дырявый. Во-вторых, да, на нем можно погоняться, но, блин, это уже нет такого, знаете, шарма троллейбусного. Он выглядит как-то по-свежему, по-новому. Вот, уже как-то, знаете, ну, не то, что ли. Вот. Типа, на нем можно просто там кататься миллион столетий на автономке. Вот. Это как-то не особо интересно, поэтому он на пятом месте. Четвертое место. Это, это, скорее всего, вот как раз-таки вот этот троллейбус. Вот. Да, он хороший. Мне нравится, как он выглядит. Вот. Ну, блин, симпатяшка, симпатяшка и не такой, знаете, уж он и старый. Серьезно. Он выглядит прекрасно. На нем можно покататься. Мне нравится на нем кататься. Сейчас, конечно, выше второй скорости я не разгонялся. Вот. Но, блин, все равно прикольно. Он все равно даже на первой скорости фигачит, как бешеный. Вот. И этого хватает для него. Потом. Третье место у нас... Тот самый этот... А, нет. Третье место у нас... Как вам сказать этот... Троллза Оптима. Потому что, ну, мне очень нравится Оптима. Она выглядит просто бомбезно. Вот. Второе место у нас это... Как вам сказать-то? Второе место. А куда мы же... А, я восьмой взял? Ну, ладно. А, потом... Второе место это у нас Троллза Мегаполис. Ну, Троллза Мегаполис это, знаете, как этот... Это стандарт. Стандарт качества пока что. Ну, вот. И первое место... Это пока что не вышедший Адмирал. Ну, блин, он выйдет. Я знаю, что он будет, скорее всего, бомбезным. Вот, серьезно. Потому что выпустят его, скорее всего, первым на Тролл Проджекте. Вот. Ну, давай, что ли. Езжай. Вот. А после того, как выйдет на Тролл Проджекте, он выйдет, скорее всего, и в одиночке. Потому что и для Атрола, и для одиночки делают разные люди. Вот. Ну, для Атрола, знаете, кто делает. Вот. А для одиночки делает совсем другой человек, который делает для Троллебус ФС. Не знаю, надеюсь, не будет конфликта после того, как все... Ну, два вот этих Троллебуса выйдет, потому что, типа, кто-то начнет говорить, что один у другого украл, либо же... Ну, может какой-то конфликт возникнуть. Надеюсь, что такого не будет. Вот. Ну, я знаю точно, что у обоих разработчиков, у обе стороны разработчиков делают Троллебусы сами с нуля, только по шаблону. Как он должен выглядеть? Как и большинство моделей делается. Вот. Поэтому так как-то. Тут же у нас односторонка, да. Тут у нас односторонка. Я вчера немного остановился быстро, и меня занесло так, что... Штанги мои чуть не слетели. Самое главное, что я был на маршруте один. Вот. Я вчера вообще никого не видел, хотя было 6 человек на сервере. Я не помню. Я вроде бы у нас в городе видел такой же Троллебус. Вот. Сейчас он вроде бы ездит в Балаково. Вот. Но у нас в Саратове я тоже видел такой же Троллебус. В плане... Ну, давно очень, но видел. Выезжал. Вот. Это, знаете, так... Ностальгирует, что ли, немного. О том, что было. Так. У нас же кольцевой. У нас на... Троллейбусном депо будет у нас конечное. Так. Ну, давайте закрывать двери тогда и поехали дальше. Давно я вообще по суммам не катался. Серьезно. Вот. Ну, на Тролле есть немного переделанные маршруты. Ё-моё. Останавливаемся. Останавливаемся. Успел. Ну, трафика немного, чтобы не лагало. Вот. Но он всё-таки есть. Вот смотрите, как грузовик поворачивал. Типа тяжко поворачивать даже на нём, потому что скользко. Блин, ну, посмотрите, какой он. Он няшечка. Он просто няшечка. Стесняшечка. И поворачивать им тяжеловато, а серьёзно. Потому что вот я чуть руль в сторону и всё. Его надо постоянно поправлять, иначе ты поедешь в сторону. Хочу наконец-то купить руль себе. Вот. И ездить с рулём. С рулём был реально бы реалистикс. Так. Мы знаем, что на таких резких поворотах, штанг могут, а не слететь. Вот. И это будет не хайп. Так что. Надо аккуратнее. Ну, тфу-тфу-тфу-тфу. Мы пока что нигде не слетали. Слава богу. Так, открываем ворота. Блин. Это просто, просто, просто классно. У нас вообще по Саратову старые троллейбусы ездят, но только, знаете, я не знаю, как это сказать. В какие-то именные, что ли, дни. Вот. Либо же, просто когда троллейбусы посвежее ломаются и решаются выпускать старые. Там, ЗИУ-9. Вот. Потому что ездит у нас по некоторым маршрутам. ЗИУ. Вот. И Оптимы. Вот. Вот. Вся куча вот это. Ну, по большей части иногда троллейбусы старые опускаются. Даже на маршруты, где у нас ездят адмиралы. Ездят старые троллейбусы. И там старые троллейбусы выкатывают только когда дежурка нужна. В плане уже вечерние такие маршруты. Там выкатывается ЗИУ. Там уже в 9-8 часов ЗИУ может кататься. Блин, ну, достаточно большой мой маршрут. Выбрали. Вот. Я не помню, чтобы восьмерка была такой длинной. Я помню... А, нет. Все правильно. Восьмерка была такой длинной. И я вот накаркал, что я поехал в ту сторону. Ну, тогда немножко придется переставить штанги. Я извиняюсь, конечно, немного пока что. Дорогие пассажиры, отвернитесь. Я надеюсь, вы этого не заметили. Вот. Тут никто не переставляет штанги. Тут ничего такого не происходит. Даже сидушка, блядь. Даже сидушка, вы посмотрите, какая-то, знаете, вся. Как будто это... На ней сидели миллион столетий просто. Она вся такая грязная какая-то, пошарпанная. Это кайф. Это реально кайф. Не знаю, им управлять одно удовольствие. И он чувствуется, знаете, массивность его чувствуется. Серьезно, его масса очень сильно чувствуется. Ты понимаешь, что ты едешь не на каком-то маленьком автобусе, не на каком-то маленьком транспортном средстве в виде легковушки. А ты едешь на таком неплохом себе троллейбусе, блядь. Так, давайте в полусу перестроимся. Наконец-то ты все знаете. Как-то между полосками еду. И это не айс. Вот, я надеюсь, вы поставили лайк за такой троллейбус, за такой выпуск вообще. Вот. Я стараюсь записываю контент. Немного, кстати, долговато, но, блин, немаленький разрывчик в 5-6 дней произошел. Ну, блин, все может быть, все может быть. Форс мазорчик, хотел сказать. Мажорчик. Такой произошел небольшой. Вот, как-то так. Ну, вот, мы и проехали весь маршрутик наш. Кстати, я вижу тут знак, что нам нельзя поворачивать налево, но мы поворачиваем налево. Наверное, не на весь транспортное средство распространяется на нас. Такого знака нету. Ну, ничего страшного. Так. Пассажиры выходим. Вот, мы доехали до конечной. Давайте проедем вот сюда в кольцо. Вот. И будем заканчивать наш видеоролик прекрасный. Замечательный. Так, поставим пока что на этот. Вот такой у нас замечательный ролик получился с вами. Я уже уро-ро-ро-ро-ро-ро-речу на вас. Вот. Я надеюсь, вы поставите за такой ролик лайк. Подпишитесь на мой канал. Вот. И будете дальше смотреть мои прекрасные ролики, которые я делаю для вас, дорогие друзья. Вот. А всем спасибо за просмотр. С вами был я, Матохин. Вот этот замечательный троллейбус. Всем удачи. Всем до скорого. И пока-пока.